Минутой молчания началось оперативное заседание администрации Щелковского района. Причиной стали печальные события, развернувшиеся вокруг российского бомбардировщика Су-24, сбитого в приграничных районах Сирии. Руководитель администрации Алексей Валов выступил с речью. Командир-стребитель Су-24 Олег Пешков погиб и награжден звездой Героя России посмертно. Также посмертно награжден морской пехотинец Александр Пазынич, который участвовал в операции в зоне крушения Су-24. Выше удалось штурмом Константину Мрахтеву. За мужество, отвагу и самоотвержденство также представлен награде. Продолжилась планерка традиционным награждением жителей Щелковского района, достигших за последний месяц значительных успехов. Отметили районных спортсменов. Благодарность главы получил ученик школы номер 11, 9-летний Иван Ильясов. Он одержал победу, взяв золото в международном турнире по шашкам. Бронзу в Кубке России по флорболу завоевала команда из Медвежьоозерского поселения. Рабочая часть оперативного совещания началась с обсуждения мер, принятых для антитеррористической защищенности района. В свете недавних инцидентов, а также предстоящих праздников, основные объекты социальной и экономической инфраструктуры прошли проверку систем безопасности. Особое внимание уделили школам, больницам и транспорту. Был проведен инструктаж по технике безопасности, как сотрудников муниципальных учреждений, так и предприятий. Руководитель администрации подчеркнул, что особенно активно необходимо работать с учащимися школ района. Одним из самых актуальных в свете недавних заморозков стал вопрос содержания дорог. Сейчас муниципалитетам закуплено более 250 тонн технической соли для обработки основных щелковских трасс. Работает порядка 25 единиц снегоуборочной техники. Планируется обрезка деревьев, опасных в случае обледенения. Открыты две площадки под складирование снега. Также была озвучена необходимость бесперебойного хода отопительного периода. Хочу напомнить главному поселению, что это очередная задача этой зимой. Контролировать процесс подачи ресурсов в жилые дома и обеспечить бесперебойное тепло и водоснабжение. И рыв сбоев не заработать быть не должно. Обсудили на заседании результаты программы по благоустройству. В этом году в соответствии с областными нормативами были реконструированы 45 дворов в поселениях Щелковского района. В каждом были реализованы 6 элементов – освещение, озеленение, детские спортивные и контейнерные площадки, дороги, зона отдыха и парковка. В следующем году также планируется благоустроить не менее 12% территорий. Рассмотрели в рамках совещания итоги работ на объектах капитального строительства. Ледовая арена фактически готова. В многофункциональном комплексе на улице Центральная проделано более 80% строительных работ. На 99% готов реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. По региональной программе «Наша Подмосковья» на территории района возводится три детских сада. Обсудили на совещании реализацию инвестпроектов с точки зрения исполнения инвесторами их социальных обязанностей. В этом году в новые дома, строящиеся в микрорайоне Гагаринский, должны переехать жители ветхих зданий на улицах Парковая и в первом гостиной переулке города Щелково. В Гребневском поселении компания «УАО «Грант», ведущая строительство двух домов, отдаст под расселение жителей местного ветхого фонда 40 квартир. В рамках инвестпроекта компании «СУ-22» строятся детские сады в микрорайонах Лукино-Варина и Анечково. Садик в поселении Свердловском на 250 мест с бассейном фактически готов. Я благодарен генеральному директору, благодарен его собственнику. Они пересмотрели все подходы к строительству, начали в социальной сфере даже перевыполнять свои обязательства. Обсудили и наступающие праздники. В преддверии Нового года и во время каникул жители Щелковского района ожидают масштабная программа. Всего состоится 283 праздничных мероприятия. Одним из самых красочных обещает стать традиционное шоу «Шествие Дедов Морозов». «Шествие Дедов Морозов» пройдет 26 декабря 2015 года на стадионе имени Озерова. Начало в 15 часов 45 минут. Зрители увидят красочное лазерное шоу, театрализованную программу со сказочными героями, праздничный салют. Круглый год планирует работать новый муниципальный лагерь «Юнормеец». Этой осенью там прошло несколько крупномасштабных мероприятий от всероссийского слета юных спасателей до слета работников культуры. Ну а летняя смена удалась даже по меркам целого региона. По итогам конкурса работы в загородных оздоровительных лагерей Московской области в 2015 году детский оздоровительный лагерь «Юнормеец» занял третье место в Московской области. Александр Гранич, Александр Ожевский, телерадиокомпания «Щелково».